Я хочу обозреть ту теорию, которая развивалась в Иготском на протяжении последнего большого периода его работы как психолога и которая, собственно, является основой для многочисленных разнообразных работ, о которой я только смогу упомянуть. Речь идёт о его теории высших психических функций человека. Он постоянно употреблял этот термин. Под этим общим обозначением имелись в виду все те сложные и сложнейшие виды человеческой деятельности, которые связаны со знаками. Знаками в понимании Иготского, то есть он считал, самоговаривал то, что это более широкое представление о знаке, чем то, что многие предлагают. Он считал, что знак – это любое такое явление в человеческой форме общения с другими людьми, друг с другом, самим собой, которые всегда связаны с передачей некоторого содержания. Значит, для знака характерно его двуединство, ну, то, что в такой обычной терминологии означаемое и означающее. Ну, Иготский пользовался отчасти терминологией лингвистики, на него большое влияние оказала фонология, к тому времени развившаяся в России и оказавшая большое влияние на всю мировую лингвистику, благодаря работам князя Трубецкого и Капсона, двух гениальных русских эмигрантов, которые разнесли достижения русской фонологической школы по всему миру. Иготский вот в существенной степени использовал некоторые идеи и методы лингвистики, но в той мере, в какого лингвистика уже стала сильно соприкасаться с только зарождавшейся семиотикой. Значит, гипотеза моего доклада состоит в том, что Иготский был одним из предшественников современного этапа лингвистики и семиотики. Ну, в частности, мы все, я, мой друг и соавтор Топоров, Лотман, Успенский, те, кто создали так называемую Тартовско-Московскую школу, мы, конечно, в большой степени были под влиянием только что нам открывшегося, только его разрешили печатать в Иготску, его книги «Мышление и речь» и даже других. Таким образом, я пробую соединить наследие Иготского в его существенной части, учение о высших психических функциях, я пробую соединить с современным состоянием науки, где одной из основных обобщающих дисциплин становится семиотика, в частности, в её понимании Лотманом. Сейчас международная серия Лотманиана выходит в Эстонию, и весь мир с удивлением читает эти поразительные книги Лотмана, где излагаются целые программы исследований вот того, что Иготский называл высшие психические функции. Высшая психическая функция – это не просто какой-то раздел разновидность культуры, а это такая область, где мы видим, что необходимо использование данного типа знаков именно для передачи определённых сообщений, определённого содержания и так далее. Ну, то есть, к этому относится язык в разных его употреблениях. Ну, одно из больших, общеизвестных открытий Выгодского – это его понимание развития эгоцентрической речи ребёнка. Совсем в двух словах. Но это важный пример, потому что многие другие сходные проблемы Выгодский потом интерпретирует в том же духе. Пиаже, на работу которого в какой-то степени опирался Выгодский в начале своих построений в области педологии и науки о детстве, в особенности, Пиаже уже исследовал некоторые особые детские формы речи. А Выгодский продолжил это и создал целую новую теорию, которую потом обсуждал тот же Пиаже. Мне пришлось Пиаже уже на каком-то позднем этапе об этом говорить, когда он приехал в Москву на конгресс психологов. У нас познакомил Роман Экопсон, который был невероятным энтузиастом именно мышления и речи Выгодского. По Выгодскому всё начинается с того, что ребёнок обучается языку в разговорах с родителями, с окружающими, потом с другими детьми. Наступает некоторый период, здесь вот соприкосновение исследования Выгодского и Пиаже, наступает определённый период, когда ребёнок может, оставаясь один, разговаривать сам с собой. Это так называемая эгоцентрическая речь. И эгоцентрическая речь – это нечто совершенно особое. Это использование этой высшей психической функции язык в несколько необычном роли. А именно, ребёнок говорит сам с собой, нужно понять, что же происходит. А потом, через некоторое время, ребёнок меньше разговаривает сам с собой, возвращается к тому, что он часто говорит с другими детьми, с родителями и так далее. Я говорю сейчас о нормальном развитии, то есть я сейчас исключаю аутизм, который свойственен современной культуре, большим городам и отдельный вопрос, который сегодня мы обойдём пока. Ну так, если в общем виде говорить о развитии нормального ребёнка, то происходит уменьшение роли эгоцентрической речи. И по Выгодскому в это время формируется речь внутренняя. Это такое действительно колоссальное событие – переход некоторой системы знаков извне, потому что пока человек говорит с другими, это всё-таки он пользуется некоторым набором знаков, которые должны иметь акустическую форму, и воспринимаются они соответственными органами чувств человека. А вот этот следующий этап – это внутренняя речь, которая внутри человека. Иначе говоря, это способ понять, как наше словесное мышление взрослого человека организуется благодаря интериоризации, введению вовнутрь того, что было внешней речью. Внешняя обычная речь превращается в речь внутренняя. Сам по себе процесс может повторяться и по отношению к другим знакам. То есть целый ряд знаков, которые сначала циркулируют вовне человека, только потом могут в какой-то степени оказываться и внутри него. Таким образом, оказывается возможным понять в целом набор высших физических функций, в какой мере они важны и определяют, собственно, всё основное в любом обществе, которое основано на использовании высших физических функций. Сами эти идеи необычайно на «вы» и принадлежат целиком Выгодскому. Он пришёл к окончательной формулировке этих мыслей, насколько мне удалось установить, по всему тому, что мы знаем из опубликованного. Там в архиве ещё хранятся некоторые неопубликованные заметки. Кроме того, нужно, конечно, ещё собрать разные косвенные данные. Но так или иначе, по тому, что мы сейчас знаем, я могу вам точно сказать, что какой-то набросок этой теории Выгодский уже изложил в одном довольно специальном докладе, связанном с его занятиями в это время уже детьми, нормальным и патологическим развитием. Он изложил это всё уже весной 1928 года. И продолжал он развитие этой общей теории высших психических функций на протяжении всех следующих лет своей жизни. Он умер очень рано, в самом начале 1934 года. Значит, по существу у него было порядка максимум шести, но так, пяти с чем-то лет. И за это время он создал целую большую теорию и написал книгу «Развитие высших психических функций». Но книга эта в России могла быть напечатана только, когда сняли запрет не только с перепечатки уже известных работ Выгодского, но стала постепенно, очень медленно возможным воспроизвести некоторые ненапечатные рукописы. Таким образом, между 1928 годом, когда он создал теорию, и 1972-м, когда она открылась более или менее более широкому кругу специалистов в России, а только потом на Западе, ну, прошло всё-таки достаточно много времени, несколько десятилетий. Ну, такова судьба всего наследия Выгодского, которое до сих пор всё-таки, как следует, не собрано и неполно издано, и иногда с ошибками по сравнению с оригиналами, там, где они сохранились и так далее. По-видимому, надо иметь в виду вот это обращение к нашим иностранным коллегам и участникам нынешнего Конгресса, это то, что надо иметь в виду, что, вероятно, это некая скоротечность, быстрота изданий, когда уже разрешили Выгодского, она, конечно, сдала издания только первоначальными такими набросками, не окончательными академическими. И, соответственно, переводы, ну, на английский язык переведено почти всё, что издано сейчас по-русски, по-русски из Выгодского. Но, тем не менее, значительная часть переводов не точная и основана на не вполне точных русских изданиях. Так что, всё-таки, желающий изучить Выгодского пока должен преимущественно читать оригинальные русские тексты, особенно те, которые Выгодский успел издать при жизни. А из числа позднейших изданий некоторые нуждаются ещё в более основательных комментированных изданиях. Я надеюсь, что это будет одним из результатов нашей сегодняшней встречи, что будет осознана необходимость углублённого и серьёзного академического подхода к созданию настоящего собрания сочинений великого учёного. И туда должна войти книга «Развитие высших психических функций» и отдельные части с ней соприкасающихся. Я начну с рассмотрения одной высшей психической функции, которую сам Выгодский в некоторых вновь найденных набросках выдвигает как одну из самых очередных задач в том, что он предполагал сделать уже перед самой смертью, вот именно в этой области в исследовании высших психических функций. Я буду говорить о памяти, о том, как организована память, ум, мышление мнемониста, какова та его внутренняя система знаков, на которой основаны удивительные особенности возможного запоминания. Эйзенштейн и некоторые из участников организованных им учёных, которые занимались вопросами использования человеческой психики в разных формах языка искусства, Эйзенштейн пришёл к выводу, по которому весьма важно соединение двух почти противоречащих черт. С одной стороны, у произведения искусства, литературы, скульптуры, какого угодно искусства, у него должна быть форма, непосредственно воздействующая на зрителя, слушателя, читателя, потребителя искусства. Оказывается, для этого необходимо, чтобы сама форма апеллировала, просто непосредственно обращалась, приводила к какому-то эмоциональному сдвигу человеческие органы чувств. Без этого произведение останется холодным, не окажет влияния на человека. Иначе говоря, искусство в какой-то части, касающейся формы, регрессивно, оно обращено к архаическим слоям человеческой психики. И эту сторону надо иметь в виду, когда оцениваешь какие-то части фильмов Эйзенштейна. Там есть весьма суровые, такие почти садистические сцены, и мы должны понять, что это входит в общую задачу. Общая задача – это эмоционально воздействовать на зрителей кинокартинок. Это же видно и во многих рисунках, измештение. В рисунках, может быть, он себя выражал полнее всего, потому что рисунки обращены именно к самому себе в какой-то мере. Я хочу очень коротко изложить результаты наблюдений разных учёных, ну, в том числе и мои собственные, я обрабатывал уже существующие данные. Мы все изучали особенности высших психических функций на материале весьма архаического сохранившегося населения на острове, большом острове Новая Гвинея и в близких к этому частях Австралии. Это вообще, говоря, древний остров, который, древний материк Сахул, условно его научное название на основе одного сохранившегося названия, ну, какой-то части этого материка. Материк Сахул. Сахул. От этого материка значительная часть ушла под воду, ну, и погибло, соответственно, всё, что там было. А какие-то части остались. Ну, вы знаете, что это давно известно в географии животных видов, что население животного мира Австралии совершенно необычно. Там сохранились такие существа вроде особых птиц, особого вида сумчатых животных, которые отсутствуют в других местах Земли. И это объясняется тем, что заселение этой части мира произошло только в определенное очень древнее время, а дальше связи были разрушены, и часть ушла под воду, и образовалась так называемая линия Волоса. Волоса — это великий учёный, который одновременно с Дарвином пришёл к идее эволюции, жил на юго-востоке Азии, изучая рангутанов, как некоторую разновидность высших приматов, близких к человеку, то есть опять в этом он был очень близок к Дарвину. Вот линия Волоса обозначает эту границу, на одну сторону которой весь мир животных совсем другой. Оказалось, что в какой-то степени другой и мир высших психических функций. В чём разница? Во всём мире преобладает на раннем этапе, скажем, когда ребёнок или какое-то племя овладевает системой счёта, счёт идёт по пальцам, то есть пальцы считают, мы считаем пальцы, один из них загибается или разгибается, мы складываем числа или вычитаем числа, и в результате получается набор чисел, ну, скажем, с вычитанием, как в латинском языке и письме, помните, как мы латинскими, римскими, так называемыми римскими цифрами обозначаем 10, 10 как основное качество, а количество а 9 это 10 минус 1, или, соответственно, 4 это 5 минус 1, и так далее. Ну, вот это примеры вычитательные, примеры положительных суммирований в знаках для счёта, вы и без меня знаете. Ну, вот существуют, значит, эти простые способы счёта на пальцах. это общемировые, общие для детей всех народов, и на этом останавливаются выгодские специально в разделе счёте в своей книге о больших технических функциях. но, оказывается, на островах и материке, которые остались от древнего Сахова, там могли использоваться и до сих пор использоваться некоторыми племенами такие системы, которые включают не только 10 пальцев рук, иногда 10 пальцев ног, две руки, две ноги, в общей сложить 20. Ну, как обозначить 21, 30 и так далее? Оказывается, можно использовать плечо, шею, какие-то отдельные части лица, которые обычно не увлекаются. То есть, можно до 70 чисел закодировать, мы скажем, на таком более специальном языке, более 70 чисел мы можем закодировать с помощью метафорического образного употребления целого набора частей тела. Это поразительно само по себе, но ещё поразительнее то, что это возможно только вот в этой небольшой относительной части земного шара, и более того, это возможно только в той части земного шара, где есть и некоторые другие свойства, не только животных, но свойства человека и человеческих высших психических функций и соответственно знаковых систем. Интересно также и то, что иногда на эту область наслаиваются пришедшие позже этносы, племена с другими культурами и соответственно с несколькими иными высшими психическими функциями, но черты древности проступают и там. С этой точки зрения меня очень интересуют некоторые туземные племена острова Тайвань, где в системах туземного счёта вдруг обнаруживаются те же самые возможности. Они как бы наслоились теми, кто пришёл с юга из области вот этого Сахола. Но оказалось, что эти влияния древнего Сахола могут сказаться и на последующих культурах. Всё это приобретает необычайный интерес, потому что в свете новых разысканий, о которых я отчасти говорил уже в прочитанной лекции, мы знаем, что по своей генетике, по набору генетических признаков население Сахола отличалось соответственно современные папуасы, новые гвинеи и некоторые немногочисленные энтузиамцы Австралии отличаются до сих пор тем, что у них несколько особый набор генов, кроме обычных генов человека разумного и, скажем, несколько примешанных к ним неандертальских признаков, оказывается у значительной части населения именно вот в этой области мы находим черты общие с древними денисовцами, особым типом пролюдей, которые открыты нашими учеными, археологами, во главе с академиком Деревенко в пещере Денисова, Денисовской пещере на Южном Алтале. То есть, это след очень древнего населения Восточной Азии, которое сохранилось только в следах Сахула, в современных следах населения Сахула, древнего материка, ушедшего под воду. То есть, мы как бы сейчас комбинация генетических, лингвистических, антропологических данных находим возможность реконструкции определенного очень давно исчезнувшего этапа в истории высших психических функций. Значит, высшие психические функции современного человека в той мере более или менее равномерно распределены по миру, в какой распространяется современная культура, это в основном все-таки комбинация психологических и социальных факторов, но при этом возможны некоторые локальные отдельные региональные особенности, которые унаследованы от очень древних эпох. так что здесь перед нами сейчас совершенно невероятно интересная область совсем новых открытий. Из того, что мне самому кажется очень важным в этом плане, я бы как лингвист хотел отметить большое значение того, что сделал Выгодский в плане общего подхода к высшим психическим функциям на материале языка и мышления, значит, я имею в виду его последнюю посмертную книгу «Мышление и речь». Выгодский на основании большого проработанного им эмпирического материала пришёл к выводу, что слова любого языка в целом можно разделить по некоторым основным семантическим смысловым характеристикам слов, а именно слова могут быть комплексные, это значит слова, которые относятся сразу к значительному числу разных явлений. Но это иногда называют полисемией, многозначностью слова. Но речь идёт на самом деле о таком удивительном явлении, что слово может даже обозначать противоположные понятия, скажем, глубокие и высокие. примеры, давно уже известные из литературы, но не имевшие хорошего объяснения. Такие конфликты между разными возможными употреблениями слов делают ясным то, что многозначность это с одной стороны явление очень часто встречающееся, с другой стороны явление, которое во многом может затруднить понимание. Вот часто очень образная метафорическая речь, я имею в виду не только художественную литературу, но просто повседневный разговорный язык, скажем, деревенский, крестьянский во многих странах, даже европейских. Вот оказывается, что образный язык всегда содержит очень много слов, которым можно придать больше, чем одно значение. Фугоцкий предложил это называть комплексным значением, мышлением и так далее. А противостоит этому логическая часть слов, слова, которые рационально продуманы, имеют одно определенное значение. Часто его можно даже сформулировать в терминах научного определения. Логические термины такого типа очень важны для языка науки. Более того, наука, собственно, не становится наукой, не становится строгой до тех пор, пока значение многих слов остается комплексным для того, чтобы создать сколько-нибудь строгую науку, нужно очистить слова от дополнительных наслоившихся на них вторичных, третичных и так далее значений использования. Ирюгоцкий показал, как со временем мышления ребёнка побеждают силы логические, имеется в виду нормальный современный ребёнок в его нормальном развитии. И таким образом есть существенная разница между ролью логических понятий и соответствующих логических и других однозначных терминов слов в языке науки, в языке техники, в языке всех возможных приложений науки и техники. с другой стороны вот это расплывание значений в других сферах употребления языка. В этом отношении мне кажется полезно было бы продолжить исследование языка пропаганды. Это начали ещё наши замечательные русские учёные формалисты в 20-е годы. они занимались исследованием того, как используют пропаганда разной формы речи. И как раз вот для пропагандистского широкого употребления, но в конце концов демагогического, то есть адресованного Дамаса широким слоям толпе, но при этом если исходить из пренебрежительного отношения к толпе, желать не доказать ей что-то, а навязать ей что-то, в этом случае можно пользоваться как можно более разветвленной системой образных употреблений комплексного типа полугодского. Но мне приходилось участвовать с группой ленинградских психиатров в обследовании нескольких групп больных это преимущественно больные шизофрении и миниакально-депрессивным психозом, но такие формы, которые плохо лечатся лекарствами. В этих случаях возможно употребление электрошока, когда одно из двух повышений мозга выводится из строя примерно на час. И за это время работает другое повышение. И таким образом мы получаем потом свидетельство о том, как одно повышение, только одна часть мозга может работать при выключенном другом повышении. По данным американских исследователей, за которыми исследовали мои друзья и соавторы по этой работе Баллонов и Дегленов, по американским исследователям получалось, что нужно в шоке производить систематически с одной стороны мозга, потому что иначе могут быть очень вредные последствия. Вредные последствия знаете, какого рода. Хемингуэй страдал депрессией и сам просил, чтобы мы сделали серию шоков. Но в результате серии шоков он совершил самоубийство. По-видимому, его стимулировали к совершению. Вместо того, чтобы выздороветь, он продолжил депрессивный вид не только размышлений, но и поступков. Так вот, во избежание очень тяжелых последствий предлагалось заниматься серией электрошоков. Моя роль лингвиста состоялась в том, что я пытался проанализировать смысл слов, когда таким больным давали потом различить с помощью только одного полушария различить разные употребления одного слова. вот эти семантические ассоциации, смысловые связи, больные находили в зависимости от того, какой полушария работала. Я собрал довольно большой материал, он обработан компьютером, и сейчас я напечатал эти результаты, коллективные работы. Вы знаете, эта коллективная работа показывает, что во всяком случае, в речи вот этих именно больных из Ленинграда обнаруживаются преимущественно комплексные значения во время работы правого полушария, преимущественно логические значения однозначность, терминологичность при работе левого полушария. Что неудивительно, потому что в принципе левое полушарие у всех нас правшей, нормальных правшей, где основная рука доминантная, правая, соответственно, по диагонали человек построен. Соответственно, левое полушарие является доминантным по речи, то есть основные функции языка, грамматики языка, системы языка. Все это сосредоточено у нормального правши в левом полушарии. А творческие особенности в области неязыковых форм, знаков, таких, как музыкальные, визуальные разного рода живописи, скульптуры, архитектурные здания, как проект и так далее. Это все правое полушарие. И, соответственно, правое полушарие соотнесено в норме с комплексными значениями, а левое полушарие соотнесено с логическими значениями. По-видимому, можно дальше пройти и пытаться анализировать, как разные древние культуры. Какой из этих типов предпочитают? Что мы можем сказать о постепенном развитии? Но это уже предмет более специальных исследований. Выгодского занимала в общем визе проблема связи и противопоставления комплексного и логического ассоциаций разного порядка. В этом смысле очень важен подход Выгодского к жизни некоторых так называемых первобытных, но не цивилизованных племян. То, что потом стали называть третьим миром или миром с отсутствием современной технической цивилизации. Вы знаете, что многие народы, относящиеся к этому периоду развития, они часто пользуются такой идеей, что существует некоторый набор символов, в конце концов знаков, образов, но которым подчиняется многое в жизни и в современных людях и так далее. Это несколько таких предметов, существ, которые почти обожествляются. Это почти предметы религиозного поклонения в той или иной форме. Это так называемые тотемы. Тотемы. ну вот вопрос. Что означает то, что у какого-то вновь открытого австралийского племени тотем это, скажем, красные попугаи? Это значит, что всё племя некоторым таинственным образом связано с видом красных попугаев. И красные попугаи то же самое, что и отдельный участник племени. В разговоре одного австралийца с антропологом антрополог его спрашивает, в каком смысле ты говоришь, что твоё племя это красные попугаи? он достаёт современное железо, они знают фотографию, он достаёт свою фотографию из кармана и говорит, вот смотри, вот эта картинка это я. Но также я мог тебе показать красного попугая и это в таком же смысле я, как вот эта картинка. Это хорошая иллюстрация, это показывает, что комплексное мышление ещё разрешает назвать не только одним термином, оно разрешает связать одно и то же предположение как бы с определённым видом птиц и с конкретными людьми и с конкретного племени. Вот это совершенно особый тип комплексного мышления. Представляете, по-видимому он господствует опять же в тех же культурах сахола. То есть какие-то архаические виды культур предпочитают определённые типы тех высших психических функций, с которыми для нас связаны абстрактные слова языка и значительная часть слов языка. оказывается слова более или менее одинаковы в разных языках, но значение слов принципиально различное и различное то, как слова комбинируются друг с другом. Значит, это примеры того, как Выгодский исторически подходил к соотношению разных психических функций, как он находил исторические различия по мере развития этих функций. Ну и в этом смысле поразительна его работа под детство, потому что он показал, как развиваются высшие психические функции и замечательные работы по дефектологии, потому что он исследовал, как распад при развитии высших психических функций может вести к явлению обратному развитию. Распад это развитие в обратном порядке. Этот вот закон, который своему веру Выгодский, его принял также наш великий автор книги о построении движения, физиолог Николай Александрович Бернштейн, которого я близко знал. Бернштейн через три года после смерти Выгодского написал книгу, в которой он принимает этот тезис о развитии и распад как две стороны одного похожего явления. Так что я думаю, что это действительно один из таких важнейших общих законов, и он подтвержден многочисленными работами Лурия, его школы по фонологии, по развитию звуковых языковых систем в связи с языковой способностью человека как высшей психической функцией. Оказалось, что ребёнок выучивает, ну, скажем, русские фонены в таком порядке, что последними запоминаются Р и Лу. Много очень детей, которые как бы неправильно произносят Р, особо мягкое произносят его как другой фактически согласный, а при обратном развитии, при афазии, поражении речевых зон мозга, когда страдает речь из-за страдания какой-то соответствующей части левого доминантного кулушеза, в этом случае оказывается, мы можем твёрдо сказать, что речь идёт о явлении прямо противоположном развитии, то есть иначе говоря, утрачивается Р и Лу, хотя другие фонемы сохраняются. Это одно из открытий сделанных романом Яковсоном и уже на основе идей Логоцкого и потом романа Яковсона. Вот я вам привожу только отдельные примеры, но речь идёт о том, что с помощью таких общих концепций Логоцкий помог нам создать даже уже и отдельные конкретные схемы развития, распада и нормального развития и ненормального распада для отдельных высших психических функций. И в последних своих работах он показал, что изменения мозга в конце концов могут вести к очень сильному изменению высших психических функций. То есть речь идёт о том, чтобы связать процессы, происходящие в обществе, постарение определённых общественных групп, связать с изменениями, в конце концов, распадом тех систем, которые существуют в мозге и, соответственно, в высших психических функциях отдельных людей. Вот вся эта картина, это, конечно, картина настолько новая, что она полностью меняет все науки о человеке. Я думаю, что правы те американские и другие учёные, которые давно уже говорят, что если продолжить по-настоящему идею Логоцкого, то результат будет не менее радикальный, чем открытие генетического кода. То есть Логоцкий при его короткой жизни и мучительной и всех гонениях, которым он при жизни и после жизни подвергался, при всем том сумел заложить основы того, что, будем надеяться, станет в дальнейшем подлинной наукой о человеке, и это должно осуществиться уже в наступившем 21 веке. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok